Окей, добрый вечер всем. Сегодня я хочу с вами поделиться, как использовать эту программу, которая автоматически добавляет людей в Фейсбуке и посылает сообщения автоматически за вас. Так покажу, как все работает, как все настройки сделать, и потом, если будут какие-то вопросы или что, я могу вам ответить сразу эти вопросы. Хорошо, тогда я делюсь с вами экраном, share, супер, и ходим на страницу, где программа уже работает. У меня она уже построена, она уже работает весь день сегодня. И как это все работает? Так сперва мы что должны сделать? Когда заходим, синсталлируем эту программу, она должна быть синсталлирована в Google Chrome, как дополнительная программа в Google Chrome. И когда мы уже синсталлировали эту программу, тогда мы можем сделать настройки. Я пока как выключаю эту программу, потому что хочу показать все настройки. Так вот здесь наверху, где есть эти красные точки, нажимаем, ходим на settings. И здесь мы можем создать сообщение, которое будем посылать людям. Сперва здесь будет пусто у вас, у меня есть уже несколько этих сообщений, но здесь заходим и нажимаем add, что добавит. Здесь название, это будем видеть только мы. И здесь делаем сообщение. Так там, привет. Тогда нажимаем first name, чтобы автоматически поставили имя человека. И тогда пишем всю сообщение, которое мы хочем. И нажимаем add, добавили. И тогда save message segment. Значит, сохранили это сообщение. Уже вот есть это сообщение сохранено. Тогда ходим на groups наверху. И опять нажимаем add. Опять название, которое видим только мы. Тогда insert. И добавляем этот message segment, который мы только что создали. Название. И нажимаем add. Вот он добавил это сообщение, которое мы сделали. И save message group. И все. Мы вот имеем сейчас это сообщение, которое автоматически будет посылать. Уже готовое. Так можно создать разные сообщения для разных групп. Например, если я пошел там на какую группу beauty, так будет сообщение о beauty. Если я зашел на группу, которая там realtors, так я буду разные сообщения могу создать для каждой этой группы, да. И тогда возвращаемся обратно. Нажимаем на этот красный домик вверху, да. И вот имеем здесь эту программу, которую будем запустить, да. Так интервал. В начале, когда вы начинаете использовать, поставьте 15 минут, чтобы не получили бан от Facebook, да. Потому что если вы прежде не посылали очень много сообщений, и вы сразу начинаете посылать там каждые 3 минуты или каждые 60 секунд там 100 сообщений, вы будете получить бан. Так в начале поставьте на 15 минут для пары дней, потом на 10, потом можно меньше. Но как-то, как я всегда говорю, не надо перестараться, да. Я уже использую около недели, больше, чем неделю. И я все еще использую через каждые 10 минут, чтобы не получить бан. Здесь оставляем, сделаем infinite, чтобы он продолжал работать, пока мы не оставим эту программу. Этих не трогаем, gender или country, потому что эти функции пока не работают. Если вы поставьте gender или country, тогда он ищет, 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 а сообщения не посылает. Здесь оставляем resume from last search, чтобы он всегда продолжал от последнего сессии, да. Потому что если уже вы работали через эти группы, он будет продолжать искать людей, да. И тогда есть keywords, как ключевые слова, которых вы хотите, может быть, использовать, да. О, один только что ответил мое сообщение, да, из этих, да. Так вот, когда мы доходим на этого конца, где есть эти ключевые слова, потому что в группах есть всякие люди, да. И, например, я вот в этой группе здесь, которая Америки, да. И я, может быть, хочу только люди, которые есть Америки, да. Так я, может быть, поставлю realtors. Realtor, да, потому что это как профессия в этой группе, да. И тоже, может быть, я поставлю Флорида и Майами, да. Тогда будет меньше мне попадать там люди из Индии, там люди из Пакистана, потому что в всяких группах есть всякие люди, да, не только те, которые там живут в этой стране или в этом городе. Так если ты поставишь эти keywords, тогда программа будет искать людей, которые в профиле, которых есть эти ключевые слова, да. И берем это нашу сообщение, например, если я хотел вот это название, которое мы только что создали, да, но в этой группе я использую это сообщение для realtors, да, и нажимаю Run. И что случается? Программа начинает работать, да. И будем видеть, что она начинает как ждать, пока высылает следующее сообщение, да. Так вот, здесь входит этот таймер, и программа будет ждать 10 минут, и тогда высылает сообщение к этому человеку. Тогда через 10 минут – следующее, тогда через 10 минут – следующее, и так далее, да. И в таком способе эта программа будет посылать сообщение, пока я не оставлю эту программу, да. И все, вот так все работает. Если поставите все функции так, все будет работать. Только первый раз, когда вы создали все это, вот что я показал, да, поставили все, будете нажимать Run, и ничего не будет случиться, да. Что надо сделать? Полностью закрыть Google Chrome браузер и запускать еще раз, как перегрузит Google Chrome, да. И тогда заходим, опять сделаем все, что я здесь показал, нажимаем Run, и будете видеть, что программа начнет работать, появится этот синий угол здесь, и все, система будет посылать сообщение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!